С вами снова канал Видеоньюз и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня в нашем рассказе речь пойдет о довольно интересных объектах во вселенной, белых карликах, которые еще не являются релективистскими объектами, но и классической физикой их природу также уже не объяснить. Белые карлики это одна из стадий эволюции звезд в соизмеримых панмассе с нашим Солнцем. Именно подобные звезды израсходовав в термоядерных реакциях весь свой запас водорода в ядре. Начинают сначала расширяться в объеме до гигантов, их светимость как правило очень сильно возрастает, а масса может теряться за счет выбросов вещества из звездного ветра. В это время в ядре начинают протекать реакции с участием гелия и оно очень сильно разогревается. В определенный момент звезда сбрасывает свою оболочку в виде планетарной туманности, обнажая ядро, которое начинает коллапсировать и разогреваться еще более. Сжавшееся ядро погибшей гигантской звезды как раз и станет белым карликом. Белые карлики примерно сравнимы по массе с Солнцем, однако их радиусы как правило уступают в среднем в 100 раз аналогичному показателю нашего светила. Соответственно, и балометрические светимости в тысячу раз меньше Солнечной. Средняя плотность вещества белых карликов в пределах их фотосфер примерно в миллион раз выше плотности звезд главной последовательности. Одним из главнейших понятий в теории белых карликов является так называемый предел Чандрасекара, то есть максимальная масса, при которой объект может существовать, как белый карлик. Этот предел обосновал расчетами индийский астрофизик Субрамаян Чандрасекар. В качестве значения обычно берется 1,44 солнечных массы для холодного, не вращающегося белого карлика. При превышении предела Чандрасекара белый карлик ждет коллапс до нейтронной звезды. В 1910 году Генри Норрис Рассел отметил аномально низкую светимость компоненты двойной звезды 40 Эридана Б при ее высокой цветовой температуре. Таким образом, 40 Эридана Б стал первым в истории астрономии открытым белым карликом. В январе 1862 года Элвин Грэгган Кларк обнаружил в непосредственной близости от Сириуса небольшую тусклую звезду. Это была вторая компонента в этой системе Сириус-Б. А в 1896 году американский астроном Джон Мартин Шеберли открыл и процион Б. Эти две звезды стали соответственно вторым и третьим открытыми белыми карликами. В 1917 году американский астроном Андриан Ван Моаннен открыл четвертый белый карлик со звезды Рыб, который получил потом название звезды Ван Моаннена. Относительно небольшая масса и светимость открытых объектов, еще меньшие объемы при сравнительно большой температуре, заставили астрономов выделить их в отдельный класс звезд, которые были названы в 1922 году Вильямом Якобом Лейтеном белыми карликами. На диаграмме Гершпрунга-Рассела белым карликам отвели специальную область под гигантскими звездами и звездами основной последовательности, поскольку их светимость оказалась аномально низкой для их спектрального класса, что никак не вязалось с общей теорией звезд основной последовательности и не объяснялось положениями классической физики и астрономии. Высокая плотность белых карликов нашла объяснение только лишь в рамках квантовой механики после появления статистики Ферми-Дирако. Поскольку 1 кубический сантиметр объема белого карлика будет иметь массу в несколько тонн, то при таких плотностях электронные оболочки атомов разрушаются и вещество представляет собой электронно-ядерную плазму. Причем ее электронная составляющая является вырожденным электронным газом, который получил название Ферми-Газа. В настоящее время различают гелевые белые карлики, возникшие при эволюции менее массивных звезд, и углеродные белые карлики результат эволюции звезд с большей массой. Белые карлики это довольно распространенные объекты в нашей галактике. По разным оценкам их численность составляет примерно 10% от общего количества звездного населения Блечного Пути. Однако их обнаружение по-прежнему остается проблематичным из-за их слабой светимости. Эволюция белых карликов пока что изложена чисто теоретически. Постепенно остывая, белые карлики достигнут такой стадии охлаждения, что перестанут вообще излучать видимый свет. Такие теоретические объекты назвали черными карликами. Для полного эволюционного процесса белого карлика в черный потребуется минимум квадриллион лет. В то время как от Большого Взрыва прошло не более 14 миллиардов, и наиболее древние и известные на данный момент белые карлики смогли остыть за это время всего лишь до 4000 градусов по Кельвину. Очень интересно поведение белых карликов в двойных и кратных звездных системах. А особенно когда в них еще и присутствуют компоненты, представляющие собой релятивистские объекты. Однако это тема нашего будущего видео. Ну а пока белые карлики, образно названные американским астрономом Харлоу Шепли горячими памятниками умершим гигантам, продолжают изучаться, и новая информация на этот счет поступает едва ли не каждый месяц. Будем за ней следить и мы, выделяя наиболее интересные моменты в наших видео. С вами был канал VideoNews, и мы надеемся, что наш рассказ был для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.